Будем прямо сейчас разбираться с арсеналом Первой мировой войны. Передо мной стол, здесь огромное количество единиц оружия. Давайте посмотрим, чем воевали те годы. Давайте начнем с русского оружия, которое... Основная винтовка, которая применялась в Великой войне, в Первой мировой войне, это пехотная винтовка Мосина образца 1891 года. Она тяжелая. Да, нелегкая. Причем винтовка еще оснащалась штыком, четырехгранным хомутовой. Хомутовый штык, это, соответственно, вот эта штука. Штык использовался и во Второй мировой войне, но там он был уже на кнопочке. Да, мы можем показать. Вот у нас уже штык на Вторую мировую войну. Здесь, видите, уже кнопочка. А здесь надо было... Нет, просто когда одеваете его до конца на винтовку, он плохо одевается, поворачиваете хомут и все, и он фиксируется. А, то есть закручивать ничего не нужно? Нет, просто поворачиваете хомут. Все. Так, это основное оружие, получается? Это основное оружие пехоты. Можно? Да, конечно. Сейчас я надеюсь, охолощенное? Оружие все охолощенное, все заводское, деактивировано на заводах, на тульском оружейном. А это конкретно, вот эта винтовка, какого года она? Эта винтовка, тут довольно трудно определить год, потому что она попадала... Видите, вот здесь выбит орел, а сверху забит другим клеймом. И здесь выбито клеймо с С, Суоми. То есть винтовка побывала в финском арсенале в свое время, потому что в Финляндии в то же время было княжество финское. И, соответственно, когда уже Финляндия стал самостоятельный, они убрали клеймо российские и набили клеймо свои. Поэтому с определенным годом довольно тяжело. Так, основное оружие это винтовка Мосина. Что еще, чем еще воевали? Тоже винтовка Мосина, драгунского типа. Вот она, драгунка. Это у нас укороченный вариант, так понимаем? Да, это более короткий вариант. Чтобы было понятно, друзья, у них составлено... Ну, сантиметр восемь. Да. На скидку. Драгуны это подразделения пехоты, которые воевали, перемещались по полю боя на лошадях. Ну, аналог современных мотострелков. Поэтому им неудобна была длина винтовки пехотной, соответственно, она немножко покороче, чем пехотная винтовка. Так, данный образец у нас 1901 года, друзья. Это прям раритет. И карабин Мосина, образца седьмого года. А, третья Мосинка. Да. Так, ну это совсем уже прям маленький. Маленький, соответственно. Не использовался. Им вооружались связисты, артиллеристы, кавалеристы. Ну, более как кавалерийский карабин использовался. Так, давайте тоже... Давайте сравнение поставим вот все три, да. Чтобы это было очевидно. Вот такие, друзья, разницы в размерах. А почему всех не вооружить было вот таким коротким? Так же удобнее, нет? Ну, в штыковом бою, вот представьте, да, вот мы поставим сейчас... Как же говорили в российской армии, пуля дура, штык молодец. Штык молодец. Совершенно верно. И вот представим себе, сейчас мы найдем макет штыка немецкого. Вот у нас есть муляж такой безопасный. И возьмем, даже поставим его на карабин Маузера. Это карабин Маузера какого года? Это образца 898 года, но это немножко уже модернизированная модель. Ну, вот мы установили штык на карабин Маузера и ставим штык на пехотную. На винтовку? Да. Давайте подем на карабин. Смотрите, получается разница вот. Ого! Плюс 25 сантиметров жизни. Да больше, сантиметров 30, наверное. Соответственно, пока вас противник достанет этим штыком, он уже будет одет на ваш штык. Это уже копье, да? Это уже отличное копье с возможностью пострелять. Соревнования, у кого длиннее копье, грубо говоря. Ну, как бы все стремились к тому, считали, что какие войны, которые были до Первой мировой войны. Первая мировая война была эта война, которая поменяла все тактику и стратегию в основном. Вот это воевали в основном летом, уходили на зимние квартиры. До этого преимущественно атаковала кавалерия. Появилось несколько факторов, которые изменили ход войн. Появился пулемет. Появился пулемет. Это первый фактор. Второй фактор – это колючая проволока. То есть, опутавшись с колючей проволокой, уже останавливали лихие, насколько кавалерии, на окопы противника. И третий – это тушенка. Тушенка? Да, тушенка. Появилась возможность кормить солдат в окопах, не выходя из окопов. То есть, основные вот это… Нет, там еще много факторов. Планы, бронеавтомобили. Зарылись в землю. И люди зарылись в землю. Была позиционная война. Ну, это три таких самых интересных основных фактора. Это пулемет, колючая проволока и тушенка. Так, вернемся. Вернемся от тушенки. Да, да, да. А то есть хочется. Так, взял я уже карабин Маузера. Давайте сразу уточним терминологию. Я где-то в интернете читал, что на самом деле карабин – это вот это. А вот это – это укороченная винтовка. Совершенно верно, да. Будем считать его аналогом с драгунской винтовкой Мосина. Вот я. Опа. Давайте сразу сравнивать. Так, по размерам. Это примерно одно и то же. О, нет. Короче. Короче. Так, ну поправились одинаковые. В каком году Маузер был разработан? 1898 год. А это? 1891. Первый. А, ну то есть она чуть постарше. Да, естественно. Но по принципу действия все на самом деле. Принцип действия, да. Продолжение скачащего затвора немножко отличается за пиране. Немножко отличается личинка. Ну, потому что используются разные патроны. Так как у нас используется патрон за крайной. Кстати, сейчас одну секундочку могу. Давайте перейдемся. Образцы патронов достану. Вот такая вот история. Продолжение следует. Разница была в патронах. Видите, патрон Маузера, он не имеет закраины. Так, патрон Маузера, друзья. Вот патрон винтовки Мосина. С ранней тяжелой пулей, мельхиоровой. И более поздней, с траконечной пулей. Ну, соответственно, за крайной это вот это? За крайной, да. Соответственно, почему, видите, вот магазин винтовки Мосина выступает. А карабин Маузера не выступает. Но здесь есть тоже магазин. Да, и также на пять патронов. Потому что патроны Маузера можно уложить друг на друга. Они, не имея закраины, они занимают меньший объем и ложатся, идутся два ряда. А заряжалась она так же? Так же, либо с помощью обоймы, либо по одному. Ну, заряжать мы не будем, потому что он охолощенный. Если его попробовать закрыть затвор, он сломается. Да, потому что именно часть деактива в том, что патрон с пулей не войдет сюда. Никаким образом. Там вварена пластина. Так, и из того, что у нас есть длинноствольного на столе, осталось... Это Манлихер. Австрийская винтовка. Принцип работы такой же. У нее очень интересная система. У нее система заряжания пачкой. Видите, вот прорезь. Сюда вставлялась пачка с патронами. Потом, соответственно, после каждого раза перезаряжали, производили выстрелы. И потом пачка пустая выпадала. А пачка у нас тут тоже на пять? Тоже на пять. А это кто воевал с таким оружием? Австрияки. Австро-Венгерская империя. Но была это Россия? Она много очень оружия потом уже в ходе... На него? В ходе гражданской войны уже, когда уже появилось очень много оружия. И того, что Антанта снабжала иностранным вооружением. То, что в качестве трофея попадало. Поэтому встречались у нас и манлихеры, и карабины Маузера. И более экзотические варианты. Перейдем к короткоствольному оружию. К короткоствольному. Вот самое распространенное оружие и вооружение именно русских офицеров. Это... Я себе маган возьму. Здесь же у нас... Наган. Ну да, я себе наган возьму. У нас же много наганов. Мы же имеем такую возможность. Вот у нас наган. Образца 1895 года. А это 1939 и 1931. Это разные года выпуска. Но вот у меня в руках, видите, экземпляр, который выпущен в 1912 году. Но, к сожалению, данный экземпляр тоже уже при постановке, при активации, там, на хранении на арсенал. Мушка была изначально полукруглая. Полностью. То есть, не было вот этого выреза. Потом, уже в 1931 году сделали вырез. Почему сделали вырез? Теперь существует интересная история, что, когда много раз оставляется вытаскиваться с кобуру кожаную, эта часть полируется. Когда она полукруглая. И она потом... При привлесении бликует. Да, совершенно верно. Вот, поэтому сделали вырез. Хотя вот на ранних револьверах самого именно бельгийского производства нагана, она мушка такая же, вот с таким же вырезом. Они были одинарного, двойного действия. Был солдатский наган, который... Да, солдатский и офицерский. Только вы когда взводить приходили? Солдатский, это каждый раз мы взводим таким вот образом. Вроде как, по легенде, это нужно было для того, чтобы уменьшить темп стрельбы. И для экономии патронов. Чтобы солдат, да, каждый раз вот так делал. И тем самым... А если бы было автоматическое, можно было производить в СТО, все потом... Ну, вот как вот с этого, например, видите? А этот... Они сейчас... Это очень-очень-очень тяжело. Нет, в 30-е годы они все прошли модернизацию, солдатский наган был убран. А, то есть сейчас найти солдатский наган? Ну, довольно проблематично. Потому что перед закладкой в арсенальное хранение, они все прошли модернизацию довольно несложную. И все наганы в основном стали офицерскими, самовзводными. Я так понимаю, что изначально они разрабатывались как офицерские, да? Совершенно верно, да. А потом уже наш управитель сказал, нет, нам нужно вот такого действия. И они специально внесли изменения, которые усложнили конструкцию. То есть солдатский... Ну, не усложнили... Они вытащили одну маленькую детальку, которая не позволяла самовзводам стрелять и все. А это удорожило или удешевило? Я думаю, это на равных оставило. То есть, честно, это просто в интернете очень много... Очень много, да, полемик. Ну, истина где-то рядом. Все понятно. С наганами понятно. Очень интересная система, что наган... Вы знаете, как перезаряжается наган? Эй... По одной? Да, сначала нужно после стрельбы выбить шомполом все гильзы. А, то есть тут нет автоматического инстанктора? Нет, нет, нет. То есть вот так вот выбиваете, ставите шомпол на место, вставляете опять заново все семь патронов. Потом закрываете дверцу. Ну, такая небыстрая процедура. Да, очень небыстрая. Поэтому в бой российские офицеры зачастую ходили в левой руке с наганом, а в правой руке уже с холодным оружием. Ну, в атаку. В штыковую. То есть выглядело это... Да, выглядело это примерно так. Даже были разработаны и есть специально... И для кавалеристов, и для офицеров в Российской империи использовались левые руки кабуры под левую руку. То есть мне вот сюда нацеплялось. А, да, да, да. И вы спокойно левой рукой доставляли ее. Доставали. Либо можно на левую сторону было. То есть кабуры были как правой руки под правую руку, так и левой руки. А там в дальнейшем... В дальнейшем... Время Второй мировой войны, вот на что тоже обращают внимание, что у советского офицера здесь кабура, а у немецкого с этой стороны. Это как-то связано вот... Ну, это связано более с удобством доставания и уже с традицией... Традиция. Традиция, устав, правила ношения военной формы. Если наган был на снабжении армии, он стоял на вооружении, то откуда у нас на столе сейчас все здесь вот эти вот образцы, это вообще американские... Револьвер Наган был не всегда удобен в боевых действиях для российских офицеров. Поэтому был так называемый список рекомендованных моделей к покупке за свой счет. То есть офицер мог приобрести за свой счет либо люгер П-08, он же Парабеллум. Либо кольт образца 2011 года, либо знаменитый вот товарищ Маузер. Ого-го, смешная железяка. Да, сейчас он с пристегнутой кобурой в виде прикладок. Кстати, на люгер тоже кобура пристегивался и ставился шнековый магазин. А люгер тоже был с деревянной? Был и с деревянной кобурой, был с кожаной, несколько вариантов кобур был, пристегивающийся также был. Причем люгеры были трех типов. Морской, артиллерийский и стандартный. Отличались длиной ствола, соответственно. А люгеры у немцев стояли на вооружении в тот момент? То есть могло быть такое, что в бою сходился наш офицер и немецкий, и у того и у того был... Люгер, вполне. Он же Парабеллум. Парабеллум это перевод с латыни «готовься к войне». Люгер это фамилия изобретателя. П-08 это маркировка тогда еще в Вермахте и, соответственно, в Германской империи. Маузеры также использовались. Самый интересный факт, что Маузер официально нигде не стоял на вооружении. Он, как бы сказать, приобретался за свой... То есть во всех армиях он был вот так вот именно рекомендован? Рекомендован, да. Ну, в некоторых, может, там, в армиях маленьких стран стоял на вооружении, но в крупных державах он не стоял на вооружении. Ну, это вот, опять же, тоже обращаясь к интернетным экспертам, они же пишут, что это уже пистолет-пулемет в какой-то степени. Пистолет-пулемет это 712 модель, не С-96. Отличие от С-96 и 712 в том, что это как раз есть 712 модель. А тут стоял, подожди, здесь был с длинным... А это... Мы вот это имеем в виду, да? Да, да, да. Вот это пистолет-пулемет. У него, видите, уже магазин съемный на большее количество патронов. Это на Первую мировую войну так вот было? Уже после Первой мировой войны. В основном на Первую мировую войну он использовался крайне ограниченно. Причем такими маузерами были вооружены штурмовики именно германских. Германские штурмовики, которые в окопы врывались первыми. То есть это давало большую крупотность. Это спецоружие. Ну, не спецоружие, но как бы прообраз пистолета-пулемета. Люгер P08, калибр 9 мм. Очень удобный наклон рукоятки. У него неподвижная... В отличие от Кольта, например, того же, да, у которого взлетвор... Это подвижная вся верхняя часть. У него... Здесь, а он перезаряжает, соответственно. Он не перезаряжает, это за макет. У него подвижная только средняя часть. Все остальное, это остальная рамка? Да, это рамка, ну, состоящие из двух частей. Это довольно, как бы сказать, немножко стабилизировало его в руке при выстреле. Плюс, опять же, повторюсь, очень удобная посадка у него получается. Сколько это стоило? Сейчас точно вам не скажу. В принципе, существовали прескуранты каталоги оружейных магазинов. Я могу вам перекинуть, если нужно. Это можете в заставку... Ну, можно перекинуть, мы можем заказать, если что. Если вдруг переместимся в 1912 год. Ну, насколько... Порядок цен, то есть, вот сколько мог стоить этот, и сколько мог... Ну, порядка в два-три раза двадцать-три раза стоило дороже. Сейчас я точно порядок цен уже не помню просто. Продолжение следует...